Привет, друзья! Я, да, я знаю, я слышал и даже видел, что у маленькой поющей обезьянки на одном ток-шоу случилась истерика, и у других там собак Порошенко происходили великолепные вещи. Мы это, конечно же, осветим. И я бы хотел для начала показать представление Порошенко. Они там, он туда напихал, то есть всех, там и Народный фронт, все туда перебежали, все эти мрази, которые вот бывшие журналисты, там Сергей Высоцкий, да, Татьяна Черновол, уже пристроились к Порошенко. Потому что они знают, что Народный фронт, у него рейтинг 0-0-0-0-0-0-0-2 процента, но тут принимает все говно к себе, из говна он пытается что-то выцементировать такое, башню свою, ну эту башню мы опять нафиг разрушим. А лучше, друзья мои, чтобы они не попали вообще в парламент, чтобы они взяли меньше, чем возьмет наша с вами политсила, партия моего имени. Партия-то моего имени, но это на самом деле наша партия. И сегодня были рейтинги на телеканале, там опять нас не было, но окей, мы принимаем объяснения социологических служб, у нас типа до 7-го числа не было, а у них были опросы до 7-го. Но теперь мы есть, и следующие опросы должны быть с нами. И я хочу видеть этот результат, потому что я смотрю на ток-шоу, на чаты, а чаты забиты шариками. Нас много, нас на самом деле огромное количество. И я призываю вас подписываться, чтобы нас было еще больше. Мы реальная сила. Давайте посмотрим на силу, которую сейчас цементирует Порошенко. Он же собрался в парламент, не на нары. И тех новичков, которые сегодня способны привнести свежую кровь и свежее воздух в политику. Да, новичков у него полно. Поруби, Герасченко. Вот единственное, вот этот вот, вы его помните, он на стадионе избивал парня. Молодого абсолютно паренька, который посмел задать Порошенко вопрос. Потом, когда на него накатился нацкорпус, он сказал, что он никого не бил, никого не трогал. Такой смелый боец. Что мне нравилось всегда в Порошенко, это его тончайший юмор. Тонкий-тонкий. Иногда его можно даже не разглядеть. Вот сейчас он явно пошутил про то, что у них лучший список среди всех. И те, кто сегодня в этой студии, есть яскравым тому подтверждением. Можу наголосить, что София Федина я знаю точно уже 15 лет. София Федина, это та барышня, которая исполняла как раз на ток-шоу. И там просто говорят феерия, летели искры. И многие писали, уберите ее из студии. Он набрал и психбольных тоже. И познайомились мы на Майданах, где она была голосом Майдана. Я понимаю, теперь она будет петь в Раде. Ну а что? Ну она была голосом на Майданах. Поэтому мы идем в Верховную Раду. Да пошел ты! Я могу сказать про то, что сейчас он имеет такой мирный, спокойный. Его очень сложно вывести из равноваги. Если вы зайдете и посмотрите его фото на фронте. Ну а там он был просто яшка-зверь. С ушами отрезанными такими стоял. Не, он очень борзый. Когда перед ним маленькие дети. И он тогда на них нападает. Да, подростки. А когда на него приходят, знаете, против молодца и сам овца. То он сразу мочится в штаны. Герой невидимого фронта. Следующий кто у тебя? Порошенко вместе с Гераченко освободил заложников. Слушай, он волшебник. На самом деле волшебник. И знаете, тоже вот второе качество, которое мне нравится от Порошенко. Ну так у него нет вот этой ложной скромности. Глупая, ложная. Он отметает ее, эту ложную скромность. Да, я могу себе представить просто эту историю. Я сегодня еще одну статью почитал о том, как парень для того, чтобы боевики думали, что он боится, писался под себя. Серьезно, написал, что он типа воин Азова. Азовцы сказали, что они такого не знают. Тут главное написать, знаете. Я думаю, сейчас опять пойдет такое мифотворчество. Гераченко берет, разворачивает украинский флаг и начинает петь. Это незабываемо. Картинка, на которую не можно смотреться без слез. Даже не сомневаюсь. Я даже не сомневаюсь. Я бы сам заплакал, наверное. А кроме этого, первый вице-спикер Барковной Ради. Фантастические изменения законодательства. Лидер в проведении реформ. Теперь мы знаем лидера в проведении реформ. Вы понимаете, в чем дело? Вот вы это смотрите все. Это может опять вернуться. Это может нас опять настигнуть. Вы хотите еще вот такого говна 5 лет? Я нет. Не, 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 не. В 14-м році. 19-річна. Это он возит Яну Зинкевич. Ну и везде теперь с собой возит. И, ну, мы понимаем, для чего он это делает. Не будем уточнять именно, на какие именно он давит кнопочки души. Но он даже не знает, что с ней случилось самое интересное. Внимательно слушайте. И после тяжелого поранения, она не кинула эту справу. Слушайте, там кто-то подсказывает аварии. Он не знает, что она не была ранена. Он думает, что она была ранена. Он представляет человека, который находится в первой десятке, да, там. Он не знает про нее ничего. Важкое поранение. Э, она в аварию попала. Украина лише в 91-м відновила незалежність. А державу почали будувати в 14-м. Можно ли это, вот я всегда, когда это слушаю, можно ли это интерпретировать так, что до 14-го года не было государства Украина? Получается, сепары всевозможные, которые кричали до 14-го года у вас нет государства, были правы. Это чистый сепаратизм. Что он несет вообще? Войну начал сержантом. Как добровольцем, звичайно. Когда? В квитне. Это очень важно нам знать. Но главное, кто он сейчас? Парахобот долбанный. Следующий. Мы политический спецназ. Той, который на передовой, где стоят ветераны политического фронта, у нас есть очень сильный комбат. Опять что ли бухнуло или что? Я не могу понять, да? Петя уже пытается быть сухим, потому что сейчас не до газа, квас. Она, наверное, позволила себе опять. Политический спецназ, блин. Но я хочу сейчас поставить вопрос Петру Порошенко. Пане президенте, вот скажите мне, вы единый президент, который шел с банковой подоплески? Все это видели. Такого в Украине еще не было. Когда ты на своем канале, собственно, устраиваешь этот цирк долбанный и заставляешь свою шоху, шестерку свою, задавать тебе вопрос о том, что ты единственный президент, который шел под аплодисменты, пригнанного туда массовки, это выглядит настолько комично. Вот сейчас, согласитесь, очень быстро страна отвыкает от этого говна. Очень быстро как-то. Раз там занимаются, там критикуют Зеленского, там то, там это. Ну вот как-то от этого говна вроде ушли уже, да? Непривычно уже. Дуже дякую. Ну, по-перше, я хотел бы подякувати всіх, кто дякував мені. Ну дякула, что ты сделаешь? Дякула же это... Дякула это навсегда. Друзі, наголошую, що ніхто краще, ніж ми, не знає дорогу в Євросоюз. Никто лучше нас не знает дорогу. Выберите нас еще раз. И мы будем показывать вам дорогу еще много-много лет. Уже Климкен сказал до 2035-го, да? Багато хто говорить, що нам потрібні соціальні закони, соціалка, тому що НАТО, ЄС, Томос, армію на хліб не намажеш. А я скажу важливіше. Намажеш. О-о-о-о! Ну, якщо ти говориш, що намажеш, то я б тебе взял би за твої немытые волоси, привел би, посадил би в комнату, положил би Томос і сказав би марш. Марш! У кожного з нас буде достойна пенсія, достойна зарплата, захищеність. І ми будемо жити, як повноцінні європейці. А ще я кожному з нас буду давати кусок золота. Отакій. Отакій. Ми йдемо для того, щоб кожен день давати ту веру укрепляти в наших соотечественників, в наших гражданах, що ми об'язательно цей дороги до конца дійдемо. Вот так. Ми йдемо не для того, щоб ми дошли куди, а ми йдемо для того, щоб укрепляти веру в тому, що ми йдемо правильной дорогою. І дорога эта буде ввечна. Повірте. Вечна. Що, типо, победив, убрали личність з цієї дороги перемог. Нет, він з нами. Попутав немного, парохоботик. Типо, победив. Це не типо, победив. Це чиста победа на виборах. Типо, победив. Парохоботище. Ціна такого дешевого газу для України – це залежність від Росії. Нам потрібно збільшувати видобуток українського газу, формувати міцні ринки і рухатись в Європу. Не могу зрозуміти, а хто мішав цій власті, яка йшла, збільшувати видобуток власного газу? А об цьому я тільки слухав постійно. Будемо збільшувати, збільшувати, збільшувати. Зараз йшли, кажуть, нам потрібно збільшувати. А чого не збільшували? Що? Оскільки ми зараз частіше і частіше бачимо, як піднімає голову п'ята колона і намагається зробити все, щоб послабити збройні сили, тим самим послабити захист територіальної цілісті. У них галюцинації. Я абсолютно убеждений, що вони всі вместе збираються в круг і починають там курити. Большого такого бурбулятора, тому що, ну, де він бачить п'ятого колону, яка хоче ослабити армію? Я не знаю, може в якихось в снах своїх. Вони постійно об цьому кажуть. П'ятая колонна, хоче нас затащити в Росію. Яка п'ятая колонна? Где? Ні проросійським, ні п'ятій колоні, зруйнувати наші збройні сили. Ну, я ж говорю, що курять щось. А ви тепер послушайте внимательно. Діло в тому, що ось ці, вони зараз будуть добиватися всього того, спробуватися добиватися, зсилаючися на європейські норми, на цивілізаційні норми, всього того, чого вони не давали в своє час. Ось вона розповілає, куди войдет опозиція. Послушайте внимательно. Ми будемо претендувати на те, щоб в рамках європейських правил опозиція мала і місце в президії, і бюджетний, регламентний, комітет свободи слова. Це європейські принципи. Ми примусимо владу тоді рухатися за вектором європейської, євроатлентичної. А це європейські принципи? Діло в тому, вони їх забувають, ці європейські принципи, коли вони у власті. А ми повинні забыти об цих принципах, коли вони в опозиції. Вони повинні отримати абсолютно той же монет, яку платили вони. Дуже хуже. Смотрите, це комітет по вопросу свободи слова і інформаційній політиці. Ось його состав. Народний фронт, це возглавляє. Блок Петра Порошенка. Народний фронт. Сама поміч. Це все коаліція була. Батьківщина. Батьківщина. Народний фронт. Народний фронт. Народний фронт. Блок Петра Порошенка. Блок Петра Порошенка. Блок Петра Порошенка. О, і примкнувши к ним Павленко. Із оппозиційного блока. Ось так вони позволяли бути в комітеті по свободі слова. Которий має бути за оппозицією. І це реально європейські норми. Вони плевали на європейські норми. Да їм посрать було на європейські норми. Але зараз ми будемо требувати це європейські норми. Іди гуляй. Але я буду продовжувати те, що ми робили. Ви хочете, щоб продовжувалося те, що вони робили? Ви хочете, щоб ще 5 років ці жаби мешали нормальному розвитію країни? Ви хочете, щоб вони кормили вас своїми байками, своїми томасами, своїми вот цей... Какою-то шлабудою. Ви хочете, щоб опять навешували ярлыки на кожного чоловіка, який смеє про них щось сказати. Щоб ці люди сразу становились кремлівськими і ще якими-то. Ви хочете цього всього? Я – нет. Тому я абсолютно убежден, що ви проголосуєте з головою. Що ви придете на выборы і проголосуєте з головою. Ближе к выборам, я думаю, за неделю ми вже чітко поговоримо, за кого лучше голосувати. Але ви, я думаю, і зараз отлично вже все поняли. Подписуйтесь, друзі, щоб нічого не пропустити. Нас багато, і ми в тільняшках. Ваше всесвятості, велико вам подякуємо. Чекаємо вас в Україні.